Доброе время и суток всем. Меня зовут Сянан Юсибов, я являюсь заведующим малокомпьютерной академии. У нас очень часто спрашивают, какой компьютер нужно приобрести для учебы у нас в академии. Так как обучение в стоп-IT академии в основном состоит из практики, занимаясь по три часа в день с педагогом в академии, вам необходимо столько же времени провести за самостоятельными заданиями дома, выполняя домашние и практические задачи. Мы рекомендуем использовать дома современный компьютер, который не оставит вас на пол пути, не справится с компиляцией, рендерингом, визуализацией и остальными вещами, которые вам могут быть необходимы. Советовавшись с нашими педагогами, мы решили подготовить для вас конфигурацию домашнего компьютера, который сможет справиться со всем функционалом для работы дома. Во-первых, нужно понять, что покупка компьютера нужна не только для обучения в академии, но еще и пригодится вам или же вашему ребенку во вседневной жизни. Так как сейчас большая часть информации находится в электронном формате, получить к ней доступ с компьютера будет намного удобнее, чем с телефоном. Первый вопрос, с которым нам нужно разобраться, это что же выбрать, ноутбук или компьютер. Первое, с чем нам нужно определиться, это то, что мы будем покупать. Сразу хотим сказать, что использовать телефон или же планшет для изучения, будь это программирование, будь это дизайна, либо сетей, невозможно. Так что выбор у нас остается за ноутбуком либо персональным компьютером. Если у вас есть возможность разместить дома персональный компьютер, то лучше отдать предпочтение именно ему по нескольким причинам. Персональные компьютеры отлично подходят для домашнего обучения, а также для дистанционного обучения. Такой компьютер можно использовать в рабочее время для обучения, ну и в свободное время для всяких развлечений, игр, так как если сравнить примерно тот же диапазон цен, то в случае с компьютером мы обычно получаем более сильную машину за те же деньги. Ноутбуки обычно имеют более высокую цену, чем настольные ПК, но самым главным плюсом персональных компьютеров является то, что со временем его обновление обойдется вам дешевле, чем в ситуации с ноутбуком. Допустим, вы захотели поставить более сильную видеокарту или же какой-нибудь другой компонент. Когда речь идет о компьютере, то в большинстве случаев замена компонентов не составит никакого труда. Но для ноутбука, как правило, это становится непосильной задачей и очень часто вам, когда вам нужно бывает обновить какой-либо компонент в ноутбуке, вы должны будете менять ноутбук целиком. Конечно же, у персональных компьютеров есть свои минусы. Это то, что его не так легко переносить с места на место. То есть вам нужно выделить отдельное место дома под него, чтобы он всегда стоял там. Если же в вашей ситуации это невозможно, то вы должны будете отдать свое предпочтение именно ноутбуку. Второй вопрос, который нам очень часто задают, это какие же характеристики компьютера либо ноутбука выбрать. Для вашего удобства мы подготовили список характеристик в текстовом виде, которые вы можете предоставить в магазин, чтобы консультанты подобрали вам подходящий компьютер под эти параметры. Ссылку на него вы можете найти под этим видео в описании данного ролика. Постараемся вам рассказать обо всех важных моментах, не впадаясь в какие-то технические подробности, чтобы вас не запутать. Первое, это операционная система. Операционная система может быть установлена любая из тех, что вы видите на экране, но если речь идет о малой компьютерной академии, то мы рекомендуем брать компьютер именно на основе Windows. Второе, это процессор. Будет достаточно какого-нибудь Intel Core i3 четвертого поколения, но желательно брать немножечко посильнее, допустим начиная с i5 восьмого поколения, чтобы вам хватило вашего компьютера на подольше. Оперативная память. Минимально вам будет необходимо 8 гигабайт оперативной памяти, но при возможности берите 16 и выше. Накопитель минимально должен быть установлен в размере 200 гигабайт жесткого диска и более, но все-таки мы рекомендуем 200 и выше SSD. Для студентов направление компьютерной графики и дизайна дополнительно еще будет необходима видеокарта GeForce 1050 и выше или же ее аналоги. Третий вопрос, который нам очень часто задают, это где же купить компьютер. Если вы в поисках компьютера, но не знаете где его купить, то мы посоветуем вам наши партнерские компании, которые предоставляют 10 процентов скидки на весь ассортимент товаров, эксклюзивно для студентов с по этой академии уже на протяжении нескольких лет. Помимо этого их консультанты обязательно проконсультируют и помогут вам в выборе компьютера. Это магазин Division, это магазин Bestell, это магазин Mi Home. Само собой это не является никакой рекламой. Вы можете приобрести компьютер либо ноутбук в любом другом магазине, в котором вы предпочитаете, эти модели, которые вы предпочитаете. Также вы можете купить ноутбук либо компьютер, заказав его из-за границы, допустим с Amazon, если у вас есть на это возможность. На этом все. Я надеюсь, я смог ответить на самые часто задаваемые вопросы касательно конфигурации компьютера. Если у вас есть еще какие-либо вопросы, вы можете написать это в комментариях, мы обязательно на них ответим.